Для Виктора Полудинского огнетушитель как авторучка для школьника. За годы службы спасателям прошел в прямом смысле слова огонь и воду. Порой сам удивляется, как удалось выжить. Однажды, вспоминает, тушили частные гаражи. Когда открыли ворота, в одном из боксов оказались кислородные баллоны. Взрывы раздались через пару секунд после того, как спасатели оказались в укрытии. Мы вообще вещи такие не вспоминаем никогда. Случилось, да, пережили все, дальше живем. Потому что если все это помнить, ну просто, ну зачем это нужно? Такая эмоциональная нагрузка. Первые спасатели появились еще в Советском Союзе. Только тогда их называли сотрудниками гражданской обороны. Но суть службы, которая и опасна, и трудна, не поменялась. В 90-е годы, когда при исполнении служебного долга погиб наш сотрудник, вот, ну, не на нашем охраняемом предприятии, по ликвидации пожара на элеваторе, если не память, в районе города Чапаевска. Он удостоен высокого вызывания, награжден посмертно орденом Красной Звезды. В октябре спасатели отмечают 68-й день рождения спецподразделений по охране стратегически важных объектов. В Самарской области таких четыре. В поселке Вентай, Управленческий, Волжский утес и завод Прогресс. Всем спасателям сегодня на параде в поселке Управленческий вручили отличительный знак. Сотрудник специальной пожарной охраны. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.